Россиянам надоели офисы. Где они теперь будут работать? Офис дом. 13.35.18 февраля 2020. Партнерский материал. Место для всех россиянам надоели офисы. Где они теперь будут работать? Фото. Шатерсток. Однажды Брэд Ньюберг, программист из Калифорнии, устал от рутины и недостатка общения и предложил желающим создать что-то вроде общего офиса. Так в 2005 году был открыт первый в истории коворкинг, или, как его еще называют, гибкое рабочее пространство. А к концу 2019-го независимые коворкинги и целые их сети работают в большинстве стран мира. Компании GE, Accenture, Amazon, IBM, KPMG уже давно размещают персонал в коворкингах и арендуют для этого целые этажи. Лента.ру вместе с Worky сетью многофункциональных офисных пространств рассказывает, почему за кворкингами будущее. Дорога на работу и обратно. Работая с дома этот вариант, безусловно, может считаться чемпионом по экономии времени и отсутствию лишних затрат. Максимум надо добраться до компьютера. С другой стороны, разве не удовольствие пройтись по бульвару, обдумывая проект или новую идею? Есть свой кайф и в том, чтобы сесть на велосипед или за руль авто и доехать привычным маршрутом до офиса, настраиваясь на рабочий лад. Фото. Worky. Продуктивность и рабочая атмосфера работы из дома, если вы интроверт и живете один. Home office. Идеальный вариант. В противном случае работа из дома вам не очень подходит. Трудно быть эффективным, когда то и дело отвлекают бытовые проблемы. Нужно забрать ребенка из школы, приготовить обед, выяснить отношения с партнером. И, конечно, никуда не денешься от шума. Классический офис, увы. Здесь не вы диктуете правила. Хорошо, если вам попались стрессоустойчивый коллектив и доброжелательное руководство. Но, как показывает опыт, такая обстановка складывается далеко не везде. Очень непросто создать комфортную рабочую атмосферу, когда начальник привык к авральному стилю работы или коллектив живет по законам джунглей. Кворкинг здесь вы независимы, что позитивно отражается на работе. В основном вас окружают люди, занятые стартапами, а и значит, вокруг кипит творческая энергия, которой всегда можно подзарядиться. Давление со стороны руководства и привычного коллектива минимизировано. Если ваша работа зашла в тупик или что-то не получается реализовать самостоятельно, творкинг – то самое место, где можно найти нужную идею и нужного специалиста. Тем, кому активность резидентов по соседству может помешать, лучше обратить внимание на персональные офисы в них намного тише. К тому же офис можно закрыть на ключ, переставить мебель так, как комфортно вам, и даже зарегистрировать в нем свою компанию. Когда же возникает необходимость побеседовать конфиденциально, можно перейти в Skype. Переговорные в них хорошая звукоизоляция. Свободное пользование этими комнатами входит в любой тариф резидента. Worky Общение с коллективом и единомышленниками Работая с дома, если вы способны самостоятельно написать сценарий, сделать дизайн, разработать маркетинговую стратегию, разобраться в юридических тонкостях и при этом фонтанировать идеями, вы супергерой нашего времени. Однако во многих проектах требуется коллективная работа. Мозговой штурм, проведенный в форме живого общения с единомышленниками, как правило, намного продуктивнее. Классический офис – это своеобразная лотерея. Если попасть в нужную компанию в нужное время, есть шанс встретить людей, с которыми вы на одной волне и понимаете друг друга с полуслова. Но чаще совершенно разные люди вынуждены работать над одним проектом, испытывая трудности в коммуникации. Результат обычно получается так себе. К тому же если обстановка и окружение в офисе не меняются годами, это приводит к выгоранию. Фото, уроки, перерывы и отдых. Работая с дома казалось бы, самый удобный вариант – можно прервать работу в любой момент и отдохнуть. Но это имеет и обратную сторону отсутствия дисциплины. Постоянно тянет отвлечься, посмотреть сериал, заняться делами, которые могли бы и подождать. Поэтому много сил уходит на то, чтобы сохранять продуктивность. Классический офис у большинства есть лишь часовой обеденный перерыв, и если вы устали среди рабочего дня – это ваши проблемы. О том, чтобы позволить себе дневной сон, речь вообще не идет что, возможно, к лучшему. Но, кроме необходимой дисциплины, ничего полезного в плане эффективности классический офис не дает. Кворкинг здесь вы сам себе хозяин. Устали отдохните. Но, в отличие от работы из дома, подремат не получится. Сон на рабочем месте или даже в лаундж-зоне разрушает общую рабочую обстановку и мешает другим. К тому же обездельничать за свои деньги – выбор не самый мудрый. Поспать можно и дома, а в кворкинге, чтобы восстановить силы, лучше сыграть партию в настольный теннис, как это принято. Например, в «Уоке» – техническая оснащенность и рабочее время. Работая из дома, чтобы ваше рабочее место дома не уступало полноценному офису, придется постараться. Понадобится целый список аппаратуры от персонального компьютера до принтера и радиомикрофонов. Впрочем, последнее можно вычеркнуть, ведь вы живете, скорее всего, в стандартной квартире, так что при всем желании устроить конференцию для клиентов и партнеров не получится. Классический офис обычно в офисе успешной компании есть все необходимое. Но есть и досадные нюансы. По идее, любой сотрудник должен иметь доступ к своему рабочему месту 24-7, ведь бизнес-процесс непрерывный, а клиенты и партнеры могут жить в разных часовых поясах. Во многих классических офисах такого доступа нет, они как магазины работают с 9 часов до 21 часа. А если по каким-то причинам вам неуютно в офисе, вы не можете сменить его на другой или как-то подстроить под себя. Творкинг в отличие от дома или классического офиса, творкинг объединяет в себе платформу для создания бизнеса и сервиса для его развития. Здесь есть все, что может понадобиться в ходе работы. Необходимая аппаратура, разные типы офисных площадок, круглосуточный доступ к рабочему месту, современная организация безопасности. А стоимость аренды до 30% ниже, чем в офисных центрах. Фото, Worky. Подробнее о гибких офисных пространствах и так, что же представляет собой кворкинг. Рассмотрим на примере. Worky. Какие форматы рабочих пространств доступны? Персональные кабинеты. Фиксированные рабочие места в OpenSpace. Нефиксированные места в общих пространствах. Комнаты для переговоров. Skype. Переговорные. Площадки для проведения мероприятий. Локации для съемок. Что уже включено в стоимость аренды. Круглосуточный доступ. Скоростной стабильный интернет. Wi-Fi. Операционные и эксплуатационные расходы. Личный кабинет для удаленного управления арендой. Административная и техническая поддержка. Клининг. Оборудование для презентации мероприятий. Пользование МФУ. Часы в переговорных комнатах. Доступ для гостей. Обеденные зоны. Чай. Кофе. Молоко и питьевая вода. Посуда. Зоны отдыха и настольный теннис. Какие еще есть услуги? Предоставление юридического адреса. Брендирование офиса. Организация дополнительных мест для хранения. Китеринг. Бизнес-ланчи и кофебрейки. Несмотря на стремительно меняющийся рынок занятости, все три варианта работа дома, классический офис и кворкинг имеют право на жизнь. Пока каждый хорош по-своему и рассчитан на определенный сегмент пользователей. Сила гибкого пространства в том, что этот формат сочетает в себе плюсы дома и офисы. Кворкинг органично вписывается в общемировой тренд совместного пользования и осознанного потребления, что, безусловно, добавляет ему очков. Это понимают все больше предпринимателей и компаний, которые не боятся играть по современным правилам.